Ролик с черной водой у реки Быстрица очень быстро стал лидером по просмотрам в рязанских соцсетях. Никто не мог понять, откуда это все происходило, так вот природоохранная прокуратура выяснила. Мы сейчас на территории того самого предприятия, из которого черная вода и попадала в Быстрицу. Если быть точным, то это территория не одного, а сразу трех предприятий. Риг, Биопром и Премьера. С разной регистрацией. Рязань, Москва и Санкт-Петербург. Вот только у прокуратуры есть подозрение, что это, так скажем, дружественный конгломерат. И ангары на всех, и печи, да и работники, похоже, тоже. По-русски они не бельмеса, но увидев съемочную группу, разбежались кто куда. Вот они висят, эти шпишки. Сфотографируйте? А вон котлы, я так понимаю, запарочные. Где-то там должна быть канализация. А вот он. Вон дверь открыта. Вот он. Вот он, все пьяно. Провалить куда-нибудь. Вот канализация, да, вот они. А вон он, с той стороны еще выходит. На ваших экранах кадры первой проверки странного полуподвального цеха. Грязь, мусор, антисанитария. Говорят, есть даже крысы. Ну, может быть, это нормально для самого предприятия. Для рязанской экологии же абсолютное зло. Вот они углевый топят. Вот это, я так понимаю, эти булеры. Это у угля. У них это все. Скорее всего, ни документов, ни разрешений, ничего нет. А так вот работаешь под давлением. Сегодня в ангарах практически мало что поменялось. Ну, разве что где-то прикрыли крышками бочки. А где-то биосырье так и валяется в открытом доступе. Место будущей вспышки дизентерии или какого-нибудь брюшного тифа вполне может оказаться именно здесь. Место же слива установлено достоверно. Впрочем, до возбуждения дела в прокуратуре пока предпочитают говорить предположительно. Предприятие находится сзади нас, по адресу улицы Прежнездорожная, 48, которое на территории, которое осуществляется производством мясокосной муки предприятием ООО РИК, предположительно, на данный момент. Соответственно, данное предприятие ввиду своей производственной деятельности биологические отходы перерабатывает, получает мясокосную муку, а получается отходы от биологических отходов, они сливают в сточную канализацию. Соответственно, через канализацию это все попадает в водный объект и далее уже на рельеф местности и в реку Быстрица. Технологически это выглядело примерно так. Все биоотходы сливают в эту выгребную яму. Отсюда по шлангам перекачивают вот в эти бочки, а уже отсюда в канализационный слив. Подойти близко к нему сейчас проблематично. От смрада можно потерять сознание. Но куда ведет этот колодец, проверяющие уже знают. В ходе прокурорской проверки привлекались специалисты водоканала, которые спускали в расположенный на земельном участке колодец воду, в ходе которой подтвердилась гидрологическая связь водовыпуска, находящегося в ручее без названия, и, соответственно, земельного участка, где располагается данный колодец. Выпускалась вода с маркерами, то есть она была с пенопластом и немного окрашена в зеленый цвет. То есть это также у нас заактировано, предоставлены справки Министерства природопользования. Также мы подтвердили, что превышение загрязняющих веществ, большое превышение загрязняющих веществ данного предприятия сливается именно в канализацию. Сейчас здесь практически все экспертизы надзорных ведомств уже завершены. Связь с черной водой Быстрицы фактически установлена. Она прямая, а значит, одними лишь штрафами здесь уже не пахнет, а по-настоящему смердит резонансным уголовным делом со всеми вытекающими, лишением лицензий, договоров субподряда и реальными тюремными сроками. Максим Васильев, Михаил Азуткин, Телекомпания, Город.